Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 25. Вопрос 3746. «Всегда ли нужно подходить к священнику под благословение, когда видишь его?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Мне самому было бы интересно выслушать, если бы на этот вопрос ответили разные священники, живущие в разных регионах мира. Большинство из них абсолютно за то, чтобы все подходили и брали у них благословение, когда видят в этот день его первый раз. Я лично подхожу только к тем, кого вижу впервые или очень уж давно не видел». И это делаю не только ради недостающего мне благословения и ради успеха в трудах и безопасности, но и ради его самого, зная, насколько они болезненно переносят, когда к ним не подходят, согнувшись рука на руку лодочкой и губы трубочкой. В Москве как-то встретился с Володей Седых, а он уже стал священником. Между женами были недопонимания. Он раньше тридцати лет стал батюшкой. Он долго терпел в нашем разговоре меня, что я не подхожу, а уже при расставании звякнул об меня кадила гнева разожженного, заклеймил меня с горчайшей обидой, что я его унизил, не признав его священством. Тут тоже есть нюансы – подойти, не подойти, и что за этим притаилось. В Новосибирске в доме Андрея Долгого встреча, и там два священника. Один мой духовник, у которого я причащаюсь. Я к нему в ноги бухнулся – благослови, отец профим. Он же – кроткая душа, смущенно так. Но я же не старший здесь. Старший же по званию был отец Павел Морозов из города Фрунзе. Я к нему в ноги повалился – благословите, отче святый. Он сурово, канонически выверенно, по-старообрядчески, смерил меня, как козявку, в ногах обретшегося, а затем на мои сложенные руки и при всем честном народе. «А я тебя не знаю. Может, ты еретик какой?» А он и приехал, чтобы разоблачить меня, как лютого и неисправимого сектанта-баптиста и отлучить навсегда от Церкви Христовой, что успешно и сотворил, нажаловавшись в архиепископию. Позже же сам был запрещен, лишен сана с запретом его даже отпевать. Я так и застыл пред ним и оглянулся на отца Трофима. Он же неделю назад меня исповедовал и причащал. Но тот, кратчай, смотрел на меня, ведомого уже на заклане. И тут начал отец Павел мне делать полную диагностику от макушки и до гузна, от кончика языка до дыхательных альвеолх, ежели такие были во мне еще. Чтобы понять психологию священнослужителей и их реакцию на неподход под их благословение рукой, нужно самому побыть в их образе, что мысленно я и сотворил. Для них даже это то же самое, как если бы кто не подал руки при народе кому-то и не сделал... Простите. Для них же это то же самое, как если бы кто не подал руки при народе кому-то и сделал бы это выборочно. И люди бы это поняли. Он руки ему не подал. Значит, я его в чем-то зазираю. Когда наш батюшка, отец Иоаким, приезжает через неделю сюда в храм, то люди все подходят к нему и берут благословение. Я этого не делаю, ибо знаю, что будет богослужение, и я подойду, как положено, и не менее торжественно, и настрой у меня будет соответствующий. Иные священники страсть, как любят покрасоваться перед другими, что вот их так и любят и уважают прихожане, что даже и во время богослужения стараются пройтись по храму, а привыкшие к преклонению пред святостью и видимостью, прихожане, забыв про богослужение, кидаются к нему и кодят его пустому тщеславию. Он же раздает милости налево и направо, и прямо, и сзади. И когда благословляет кого-то, то как побирушка возле церкви не смотрит на подающего милостыню или берущего благословения, а устремлен взором на подходящую к нему очередную жертву. И этим он лучше всего показывает, что ему крайне безразличны эти козявки с рыбьими головами. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса. Евреям 7.1 Ибо Милхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. Малахия 2.2 Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Нынче в ночь, лишь только мрак спустится, Выйдем мы тихонько на дорогу. Звездный мир мерцает и лучится, Звездным блеском пение струится, Слава вышних Богу! Недостойны мы идти с волхвами, Нет у нас ни мудрости, ни злата, Мы пойдем с простыми пастухами, С овцами, с овчаркою косматой. Меж валом и робкою ослицей, И придя мы встанем у порога, И к земле, истоптанной, убогой, Мы склоним обветренные лица. И что взгляд трепещущий, нечистый, Не коснулся ясли озаренных, Мы затмим глаза по кровам мглистым, Слез смиренных, Жгучих умиленных, Таковое радостное бремя. Нынче в ночь возложим мы на плечи, Все забудем, мир, пространство, время, Засветим сердца свои, как свечи, И любви причастия принявши, Позабыв о смертном тесном доме, Будем славить свет нам воссиявший В бедных яслях на ржаной соломе. И во тьме пустынными полями, Уходя в тяжелую дорогу, Воспоем мы детскими устами Слава в вышних Богу! Эл Глухова Эл Глухова Эл Глухова Эл Глухова Эл Глухова В бедных яслях на ржаной славу Эл Глухов Один curtain Эл Глухов